В эфире самая художественная среди магнитных и самая магнитная среди художественных почему-то рубрик программы Галилео, которая называется Экспер... Эксперименты! Сегодня главными героями нашего эксперимента будут эти два маленьких магнитика. Магнитики могут выдержать каждый по 450 килограммов металла. Мы их взяли у нашего друга, известного Кулибина в Сиаруси, Алексея Иванченко. Он их отковырял откуда-то. Откуда не говорит. Собственно, магниты очень крепкие, и видно, что они прекрасно взаимодействуют со всем тем, что магнитится. Кроме того, они вообще не взаимодействуют с тем, что не магнитится. Например, смотрите, моя голова, она же не магнитится, как мне казалось раньше. Нет, не магнитится. И эта сторона чуть магнитится, но это у меня зуб металлический. Но это не важно. Главное, что если мы возьмем обыкновенную, как мы говорим экспериментаторы, досточку, сделанную из... да, из нее, из ДСП, то эта досточка, даже из изображения пропущенная сквозь магниты, все равно не испытает ничего. Просто упадет на пол даже с небольшим грохотом. Потому что магнит не действует на дерево. Давайте я еще раз эту досточку пропущу сквозь магниты. Ю-ху! Да, да там пусть и лежит. А если мы возьмем гораздо более тяжелую медную пластину, которая тоже не магнитится? Пожалуйста, не магнитится. И это видно. И пропустим ее сквозь два магнитика. Пластина с таким же грохотом, так как она более тяжелая, гораздо быстрее упадет на пол. Итак, и... Сейчас кто-то замедлил скорость, по-моему, да? Но не я. Ничего не понимаю. Тяжелая пластина, сквозь постоянные магниты. Должна пролететь, просто аж свист будет стоять. Нифига. Почему? Сейчас узнаем, почему. У меня тут все, друзья, записано. Ха, я так и знал. Токи Фуко всему виной. Что это за токи такие? Если мы возьмем проводник и начнем его двигать, то есть, как бы, поместим его в переменное магнитное поле, это переменное магнитное поле порождает в этом проводнике токи, которые там крутятся-крутятся, испытывают, естественно, сопротивление, и, благодаря этому сопротивлению, замедляют движение пластины вниз, когда она проходит сквозь переменное магнитное поле. Почему она переменная? Потому что у нас двигается, понимаете, пластина. Вот так это вот поле постоянное, а вот так вот уже переменное. Ну что ж, давайте проверим, так это на самом деле или нет. Возьмем вот такую вот интересную деталь. Это не деталь, это расческа Алексея Иванченко. Он нам ее любезно предоставил. Собственно, она у него сделана, как ни удивительно, тоже из меди. Но здесь медь сплошная, а здесь медь с надрезами. Так вот, эти надрезы как раз и будут мешать возникновению токов ФУКО. Поэтому эта часть пластины будет быстро пролетать сквозь магниты, а эта часть пластины будет тормозиться. Давайте же в этом убедимся. Итак, как мы говорим экспериментаторы, всовываем пластину межмагнитов и наблюдаем эффект. Эффект поразительный. Еще раз для тупых. Ю-ху! Я все равно ничего не понял, поэтому еще раз для таких, как я. Наблюдаем. Радуемся. Ну что ж, друзья, а теперь главный вопрос нашей программы. Зачем все это нужно? Отвечаю. Дело в том, что многие лихачи гоняют по дворам. И чтобы они не гоняли, во дворах ставят такие вот маленькие такие горбики в виде лежачих полицейских. Зачем? Тряска. Ломается подвеска автомобилей. Проще гораздо можно. Можно поставить вот такие вот мощные магниты с двух сторон дороги. И любой человек, который разгонится с достаточной скоростью, влетая в это магнитное поле, будет токами ФУКО так тормозиться, что больше ему никогда не захочется быстро ездить по дворам. Даешь безопасное движение с помощью программы Галилео. Ура! Стрелять нельзя.